Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Итак, Жозефина и связанные с ней реально исторические детали в новом фильме Ридли Скотта «Наполеон». Чисто внешне образ Жозефины в исполнении английской актрисы Ванессы Кирби имеет, на мой взгляд, вполне приемлемую схожесть с портретом императрицы Жозефины, написанным в 1805 году французским художником Пьером Полем Прюдоном и с ее же портретом, написанным итальянским художником Андреа Опиани. Мари Жозефа Рос Таше де ла Пажери, или просто Рос, как называли ее близкие, родилась на Мартинике в семье Плантатора, происходившего из старинного французского дворянского рода. Уже став императрицей, Жозефина не раз рассказывала, что в детстве старая негритянка якобы нагадала ей, что однажды она станет больше, чем королевой. В фильме Ридли Скотта в эпизоде первой встречи с будущей возлюбленной Наполеон произносит фразу «Не говори мне своего имени». В реальности до сближения с Наполеоном будущая императрица была известна в Париже как мадам Роуз де Багарне. Жозефина ее никто не звал. Именем Жозефина мадам де Багарне первым стал называть именно Наполеон. И более того, он вынудил всех знавших бывшую Роуз тоже называть ее Жозефиной. Кстати, Наполеон немного изменил на французский манер и свою собственную корсиканскую фамилию Боу-Напарт, удалив из нее одну букву. В фильме «Во времена регистрации брака» чиновник называет «Годы рождения Жозефины и Наполеона». Гражданка Марии Жозефа Росташе, рожденная в 1768 году на Мартинике, и гражданин Наполеон Бонапарт, рожденный в 1767 году. Это неверные даты рождения Жозефины и Наполеона. Но при этом озвученные в фильме «Годы рождения» действительно соответствуют датам, указанным в подлинном документе о заключении их брака. Дело в том, что Жозефина была старше Наполеона на 6 лет. Чтобы скрыть эту разницу и не давать повода для досужих разговоров, при заключении брака Наполеон добавил в себе 2 года, а Жозефина уменьшила свой возраст на 4 года. То есть в фильме «Ридли Скотта» эти неверные даты рождения, прозвучавшие во время бракосочетания, точно отражают реальный исторический эпизод из жизни Наполеона и Жозефины. Многие зрители высказывают недоумение по поводу короткой, мальчишеской, да еще и взъерошенной, взлохмаченной стрижки мадам Багарне. Но это тоже абсолютно правдивая историческая деталь. Сразу после окончания революционного террора и казни Максимилиана Робеспьера В среде роялистов, среди золотой молодежи и представителей светской тусовки, которым повезло выжить, появилось модное течение. Можно сказать, даже субкультура, мужскую часть которой называли инкро-аябли, что значит невероятные, а женскую – мервиозы, то есть дивные. Представители этого субкультурного движения одевались и вели себя подчеркнуто провокационно и эпатирующе. Молодые люди часто притворялись близорукими, убогими, картавыми и даже горбатыми, для чего шили специальные сюртуки с искусственным горбом на спине. Среди самой верхушки высшего общества такие крайности были менее популярны, зато пользовались успехом так называемые балы жертв, которые обычно проводились глубокой ночью. На бале жертв главной темой была смертная казнь, но представляли ее в гротескных формах буфонады и фантасмагории. Шуточная сценка с гильотиной и казнью Марии Антуанетты на таком балу в фильме «Наполеон» воспроизведена абсолютно достоверно. Все это было своего рода черным юмором того времени, с помощью которого выжившие представители аристократии пытались поддержать свой дух. Так или иначе, с темой смертной казни были связаны и наряды, и прически, и украшения. Модными были, например, серьги в виде гильотин. Предполагалось, что участвовать в бале жертв могли только те, у кого во времена революционного террора был казнен кто-то из родных или близких. В фильме «Ридли Скотто» именно на одном из таких балов Наполеон Бонапарт впервые встречает Жозефину. Реальная мадам Багарне действительно была одной из главных заводил подобной моды, а показавшаяся некоторым зрителям странной прическа Жозефины абсолютно точно соответствует модным тенденциям того времени. Дело в том, что перед казнью гильотиной Приговоренным срезали волосы, особенно тщательно на затылке, чтобы они не мешали лезвию. Очень показателен сохранившийся рисунок известного французского художника Жака Луи Давида. Он наскоро набросал силуэт подготовленной к казни королевы Марии Антуанетты. Как видим, королева выглядела перед казнью совсем иначе, нежели в фильме «Ридли Скотто». Впрочем, это отнюдь не ошибка режиссера. Все в его фильме имеет свой смысл и цель. Но об этом в другой раз. Возвращаемся к модным прическам в ревен французской директории. Вначале модничающие мужчины начали состригать себе волосы сзади на затылке, оставляя длинные пасмы по обеим сторонам лица. Такая прическа получила название «уши собаки». Затем и модницы-мервиозы начали копировать эту предсмертную стрижку. Но женщины обычно состригали волосы более равномерно со всех сторон. Такая прическа получила название «жертва гильотины». Впрочем, порой женщины пользовались и париками, изготовленными в таком стиле. Еще одной модной деталью была тонкая красная ленточка на шее, которая имитировала порез от лезвия гильотины. В фильме Наполеон Ридли Скотта у мадам Багарне в сцене бала жертв на шее именно такая красная ленточка. Иногда ленточку могли заменять красные бусы или ожерелье. Впрочем, истоки французской моды на короткую женскую стрижку появились еще в дореволюционные времена, когда классицизм начал задавать тенденцию к копированию античных нарядов и причесок. В 1791 году для исполнения роли Тита в спектакле, посвященном 13-е годовщине смерти Вольтера, известный французский парикмахер того времени Донплан коротко подстриг знаменитого актера Франсуа Жозефа Тальму в стиле причесок римских портретных бюстов. Публика встретила актера овациями. А уже через неделю так стали стричься многие мужчины. Вскоре эту мужскую моду начали копировать и женщины, у которых эта стрижка получила название а-ля Титус в манере Тита. Считается, что это первый пример европейской моды на короткую женскую стрижку. Вскоре во времена директории стиль а-ля Титус был соединен со стилем жертв гильотины, в последствии чего модная короткая женская прическа стала более взлохмаченной и взъерошенной. Абсолютно реалистичный пример именно такого стиля прически мы и видим у Жозефины в исполнении Иванессы Кирби. Исторически достоверно показана в фильме Ридли Скотта «Наполеон» и история с супружескими изменами Жозефины. Наиболее известный и постоянный любовник Жозефины в первое время ее брака с Наполеоном Луи-Ипполит Шарль, сын Портнова и ко времени знакомства с Жозефиной лейтенант французской армии. Он был на 9 лет младше ее. Жозефина познакомилась с Шарлем вскоре после заключения брака с Наполеоном, и у них практически сразу же начались любовные отношения. Ходили слухи, что Жозефина, кроме прочего, помогала Шарлю в некоторых его сомнительных деловых операциях. По крайней мере, не ясны источники средств для приобретения Шарлем как минимум двух крупных поместьй. Также он смог перекупить некоторые награбленные ценности, вывезенные европейцами из Южной Америки после завоевания империи инков. Видимо, Ипполит Шарль проводил время с Жозефиной не только с приятностями для них обоих, но и с пользой для себя лично. Когда Наполеону открыли всю правду о похождениях его возлюбленной супруги, он действительно хотел даже развестись с Жозефиной. Однако никаких санкций в отношении Шарля Наполеоном предпринято не было. Видимо, Наполеон разумно посчитал, что выяснять отношения с нестатусным любовником жены будет ниже его достоинства. Инициативный и деятельный молодой человек смог воспользоваться полученными выгодами, спокойно состарился и мирно умер в свой час в своей постели. Ипполит Шарль, по свидетельствам, был невысок ростом, но красив лицом. По словам оставившей 18 томов воспоминаний о Наполеоне и его окружении герцогини де Бронтес, Шарль постоянно каламбурил и вел себя как шут. Но он заставлял людей смеяться, и невозможно было найти более забавного человека. Кстати, в 1825 году с герцогиней де Бронтес познакомился и стал ее любовником молодой Анаре де Бальзак. Видимо, писатель многое узнал от герцогини лично о всей той любовной интриге. Считается, что Ипполит Шарль послужил прототипом для образа генерала графа Монкарне в романах Анаре де Бальзака «Крестьяне» и «Провинциальная муза». Как бы то ни было, с беззаботным и распованным Шарлем Жозефина могла, видимо, расслабиться, пошутить и даже поговорить о моде, в которой Шарль, в отличие от Наполеона, разбирался весьма неплохо. А дальше приведу еще немного интересных исторических сведений о моде и причине смерти императрицы Жозефины. В фильме Ридли Скотта «Наполеон» говорится, что врач поставил Жозефине диагноз дифтерия. Однако в реальности причина смерти императрицы была, видимо, иной. Как известно, после вступления войск коалиции в Париж, Наполеон в апреле 1814 года отрекся от престола и был отправлен в ссылку на остров Эльба. Жозефине было отказано в ее просьбе сопровождать Наполеона. Но в остальном союзники по антифранцузской коалиции, особенно русский император Александр I, отнеслись к Жозефине с вежливостью и большой предупредительностью. Александр I даже неоднократно навещал императрицу Жозефину в ее дворце. Вспомните, в фильме «Наполеон Ридли Скотта» тоже есть эпизод с посещением Жозефины российским императором Александром I. Известно, что тогда же весной, после баллов в честь Александра I, Жозефина легко одетой прогуливалась с российским императором аллеями Мальмезона и простудилась. Простуда, видимо, перешла в воспаление легких. 25 мая 1814 года состояние здоровья императрицы обострилось, и 29 мая 1814 года Жозефина скончалась. Многие наши современники могут обвинить в простуде Жозефины эту их с Александром I прогулку аллеями парка. Но на самом деле виновата не сама по себе прогулка, а мода того времени. Это было время ампира, стилевого направления, которое в целом ориентировалось на античность. В моде были женские платья, напоминающие древнегреческие туники. Шились они из очень тонкой и мягкой ткани под названием муслин. Причем особым шиком было то, что модницы еще и смачивали такое тончайшее платье водой, чтобы оно прилипало к телу и ясно и отчетливо обрисовывало фигуру, как это встречается у некоторых античных статуй. Девушки добивались сравнения с вышедшей из морской пены древнегреческой богиней Афродитой. В мокрых мыслиновых платьях женщины выходили в свет, приезжали на балы и званные вечера не только летом, но и зимой. Поездки в мокрой одежде в холодных каретах, сквозняки в бальных залах приводили к очень частым простудам, которые нередко переходили в пневмонию и заканчивались летально. Воспаление легких даже начали называть муслиновой болезнью. Мода на мокрое муслиновое платье в буквальном смысле требовала человеческих жертв. Одной из таких многочисленных жертв и стала Жозефина, которая не только следовала модным тенденциям, но и задавала их. На протяжении всей своей жизни Жозефина увлекалась ботаникой и садоводством. Благодаря этому ее увлечению в оранжереях и теплицах Мальмезона была собрана богатейшая коллекция из экзотических растений со всего мира. Многие из них стали впервые известны в Европе именно благодаря Жозефине. В честь императрицы были названы два растения, два цветка. Один из них, лапожерия или чилийский колокольчик, был назван по ее девичьей фамилии – лапожери. Лапожерия считается национальным цветком южноамериканского государства Республика Чили. Еще одно растение, названное в честь императрицы Жозефины – жозефиния. В садах Мальмезона Жозефиной была собрана богатейшая коллекция роз, насчитывающая около 250 сортов. Для начала XIX века это весьма много. Некоторые из этих роз тоже были названы в честь Жозефины. Жозефина владела богатой коллекцией произведений искусства. Одной из жемчужин этой коллекции была знаменитая камея Гонзага. Ее императрица подарила Александру I в знак признательности за обеспечение покоя и безопасности ее семьи во время вхождения союзных войск в Париж. Напомню, что у Жозефины же было двое детей от первого брака, которые тогда жили вместе с ней. Сейчас лучшая в мире и известнейшая камея Гонзага находится в Эрмитаже. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok